Кто когда-нибудь участвовал в хакатонах сам, расскажите. Есть такие? Отлично. Смотрите, я хочу начать с того, что такое вообще в принципе Science Guide — это научная комьюнити, которая объединяет в себе ученых, разработчиков и предпринимателей, которые собираются в команды и решают задачи коммерческих компаний в основном, но не только. И миссия — сократить путь от какой-то научной идеи до коммерческого реализуемого продукта. Мы уже провели 17 хакатонов, и через наше мероприятие прошли около 7 тысяч человек. И это вот совершенно разные города, включая не только Россию, вот еще добрались до Белоруссии, провели мероприятие в Минске. В целом, что такое хакатон? Это соревнование, которое длится 48 часов, и на входе мы иногда видим индивидуальных людей, иногда сразу же команды, которые готовы уже решать задачу, и, например, не первый раз уже участвуют и разрабатывают какие-то решения, выиграют призы даже. И есть люди, которые просто хотят поучаствовать в этом мероприятии и присоединяются к этим командам. А также есть эксперты, есть члены жюри и постановщики задач, собственно. Вот. По результату этого мероприятия через 48 часов есть команда победителей, есть готовый код, который компании, заказчики могут взять себе сразу и дальше его интегрировать в свои бизнес-процессы. Также лучшее решение выигрывает приз, а в течение вот этих 48 часов команды, на самом деле, получают очень большую поддержку от экспертов, которые приходят и рассказывают им, где они какие-то ошибки могли допустить. В целом, у нас есть несколько персон на хакатоне, да, то есть несколько таких групп. Я их иногда называю так зачинщик, это тот человек, который, та компания, да, или юрлицо, которое ставит задачу. То есть, в общем, тот человек или так группа людей, которые решили, в общем, что у них есть какая-то задача, и они привлекают крауд для того, чтобы она была решена. Дальше есть хакер, это бывают и ученые, и предприниматели, одиночки и команды. Дальше есть гид, это ментор или член жюри, это те люди, которые вдохновляют и помогают. И есть такая дальнобойщица, которая должна как бы всем помочь, все запросы закрыть и как бы самой тоже отдохнуть. Вот. А у каждого есть свои цели. Ну, начинаем разбирать, да, например, с корпорацией. В результате должно получиться так, чтобы все потребности были закрыты. У корпорации какие есть потребности? Есть разные отделы. Во-первых, отдел R&D, в котором есть данные. И не каждая компания, на самом деле, умеет очень хорошо работать со своими данными, не знает, как их каталогизировать, не знает, в принципе, что можно с ними сделать, и как монетизировать какие-то продукты, которые, в принципе, можно даже создать на этих данных. И иногда не может проанализировать, разложив эти данные по графику, и увидев какие-то кластеры, не может объяснить или создать продукт. То есть им недостаточно хватает идей. Собственно, формат хакатона как раз подразумевает то, что в результате все эти группы генерят идеи, и существует целый список по итогу хакатона, которые можно прям вот тестировать и брать к себе. И компания просто вдохновляется этими идеями даже. Есть отдел IT, ну, понятно, да, какие там задачи. Есть отдел HR тоже, это по поводу найма. Люди нанимают тех людей, которые победят хакатон. То есть вы сразу сможете понять, кто из них лучший. То есть за 48 часов человек пришел с нулем, он разработал классный код, он создал вокруг себя идеальную команду, он суперздорово презентовал свой продукт и так далее. То есть здесь как бы целый набор разных soft skills и hard skills, которые вы можете проверить за это во время этого мероприятия. По поводу пиара, ну и на самом деле такого частичного пиара, это поддержание HR-бренда компании, мероприятие хакатон идеально работает. Ну и, собственно, маркетинг, это если есть, например, какой-то API, которое вы хотите потестировать на определенной категории людей, это идеальная, в общем, аудитория, которая вас поддержит, и там до, не знаю, выпуска даже какой-нибудь альфа-версии вы можете спокойно делиться с этой аудиторией, в общем, своим кодом, и они даже идейно вложатся в это. Дальше иногда хакатон заказывает фонды, причем тоже разные мотивации есть у них и разный результат. На early stage фонды ищут команды, которые готовы дальше с ними развиваться, и то есть они инвестируют прямо в ранней стадии, берут команды с хакатон, смотрят, что будет дальше с ними, или берут их в акселератор. На поздних стадиях в основном это история про PR и маркетинг, или про набор людей в команду, до набора. Сами стартапы тоже используют хакатоны, и опять же на seed study это скорее проверка продуктовых гипотез, и на серии A это скорее цель для HR, для до набора команды, или тоже для генерации идей. Но иногда мероприятия хакатон делают комьюнити, совершенно для разных целей. Мы, например, делали для себя хакатон по HR-теху, и мы хотели понять, каким образом мы можем, например, интегрировать технологию в процесс набора команды, в процесс генерации команды, в процесс мэчинга команды, когда разные люди подбираются с разными качествами, и понять, сделать какую-то еще предиктивную аналитику на то, кто из них все-таки выиграет, если есть набор определенных качеств, или, например, не хватает, сделать рекомендательную систему для этого. Также, например, университеты и СМИ тоже делают мероприятия, просто для того, чтобы привлечь внимание, попробовать вдохновить людей, которые принадлежат этому комьюнити. Ну и в целом цели участников хакатона совершенно разные, другие, и не те, которые были у заказчиков, у зачинщиков этой истории. Участники хакатона приходят за тем, чтобы прикачать свои скиллы, для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы устроиться в компанию и показать себя, и им достаточно просто проходить собеседование, когда они уже, например, выиграли несколько хакатонов, например, хакатон МТС и хакатон Сбербанка, они приходят, например, куда-нибудь там в Райфайзенбанк и говорят, вот смотрите, у нас такой классный трек-рекорд, мы уже сделали вот эту технологию, везде взяли приз, и, в общем, к ним достаточно лояльно относятся из-за этого. Дальше data scientists в основном приходят за тем, чтобы поработать с данными, то есть они приходят только на те хакатоны, где компания выгружает данные, реже на те хакатоны, где компания говорит, что нужно их спарсить за 48 часов и с ними поработать. Вот, ученые — это моя любимая категория, потому что я сама биолог по образованию и кандидат наук. Я, на самом деле, пришла на свой первый хакатон для того, чтобы объединиться в команду с кем-то. У меня была идея, и я совершенно ничего не знала о бизнесе, и мне было интересно попробовать себя в нем. То есть я понимала, что в целом, наверное, переходя к следующей, мотивация предпринимателей, она в том, чтобы сделать интересный проект, и не делать из приложения носки по подписке, а что-то сделать технологическое, да еще и с миссией и так далее. И поэтому ученые, они хотят какие-то коммерческие продукты тоже создавать. И, наверное, часть из них, говоря про себя, хочет какой-то реализации и понимания того, что вот я работаю, и вот результат. Хотя в основном у ученых он достаточно далеко идущий. Ну, то есть там лет через 50 мы можем увидеть результаты какого-то исследования. Ну, вот с предпринимателями у них как раз сходятся здесь запросы. И я видела команду, которая стояла, например, из девочки-биолога, мальчика Data Science, и еще одного мальчика, у которого есть опыт работы в инвестиционной компании. Вот. И в целом они сделали нейросетку, которая распознает мутации, и, да, работает на огромной базе, которая лежит в NCBI. Ну, то есть это очень интересный проект. Дальше про экспертов. Эксперты. Есть менторы, есть член жюри. Менторы приходят в субботу и в воскресенье. Они бывают по науке, по технологии и по бизнесу. И у них разные цели. По науке они в основном работают в научно-исследовательских институтах в разных странах. Мы приглашаем из разных стран людей. И они смотрят к себе перспективных студентов, ученых, которые готовы будут писать дальше кандидатские или там вместе с ними статьи выпускать и так далее. Для бизнеса я встречала разные мотивации у людей. Например, какие-то крупные предприниматели, у них эта история просто про такой донейшн. То есть они понимают, что они уже состоялись. Они, в принципе, готовы поддержать молодежь. И они просто идут и инвестируют свое время. Возвращают его, как когда-то кто-то их учил и менторил. И специалисты по технологии, они на самом деле обмениваются знаниями, потому что на хакатонах можно увидеть скрининг вообще всех существующих технологий и понять, что да, действительно, вот это работает, вот это не работает, а вот это новое, вот это я вообще не пробовала на этих данных и так далее. И жюри. Жюри мы обычно составляем из тех же бизнеса, науки и технологий и еще представитель заказчика. То есть они готовы оценивать результат. Собственно, что получает человек, который организует хакатон? Вот в данном случае за три года мы получили огромную выборку данных о компаниях, которые к нам приходили и участвовали в хакатонах. Вот. И мы проанализировали не только их, но также те компании, которые выдавали нам данные, тех людей, которые были нашими экспертами и так далее. Мы сложили это в аналитическую карту. И я могу, в принципе, ей поделиться с вами, если вы по этому QR-коду напишите нам. Расскажите, пожалуйста, что входит в аналитический отчет, про который вы говорили. Да, там на самом деле данные, собранные по каждой из 500 компаний и 10 странам. Это количество людей в команде, технология, которая используется, продукт, с помощью технологии созданной, потребность, которую он закрывает у бизнеса. и инвесторы. Ну, то есть целый ряд параметров. А также там было проведено интервью со всеми экспертами по каждой из стран. И представление создано, что, например, одна страна больше специализируется на каких-то промышленных применениях искусственного интеллекта, другая больше на здравоохранении, ну и так далее, и тому подобное. Еще, может быть, есть какие-то вопросы? Пока. Если говорить про Россию, то каких-то... На самом деле по миру, в принципе, топовая индустрия – это health care. То есть она уже в топе, наверное, третий год 2016-го. И там на 10-м месте в мире HR-тех в России он не представлен вообще, например. В России еще очень хорошо развиты у нас AI плюс финтех. Но это тоже только какое-то последнее время. А что касается применения в медицине, какие наиболее распространенные кейсы есть? То есть это не постановка диагноза, я так понимаю, поскольку это... Ой, кстати, это очень интересная тема. Мы несколько раз делали мероприятия и с фондами, которые инверстируют в health care, и с компаниями. Например, вот у нас есть кейс с открытой клиникой. Они выгрузили нам вообще все данные, естественно, безличные, о людях, о их возрастах, о рекламе, через которую они приходили, о диагнозах и так далее. И мы с ними просто отдали эти данные и сказали, ребят, делайте вот что сами захотите. И у нас было очень много таких прикольных кейсов, условно говоря, поставить диагноз на основании того, что у человека давят обувь и шнурки врезаются в кожу. На самом деле это смешные такие вещи. Были еще тоже из смешного, когда мужские диагнозы переходили в женские, когда у них ячейки в Excel сдвигались и так далее. Но в целом, да, в целом то, что как бы было показано, и то, что дошло до финала, это симптом-чекеры, это ассистенты, это помощники по управлению для SEO-компании, для того, чтобы можно было как-то рекламу более таргетированно настраивать. Это, в общем… А, еще было очень интересно такое, называется «Цель приложения». Это приложение значит назначить цену своего слова. Вот оно загрузилось. В общем, вы ставите цену своего слова в биткоинах и говорите, что если я похудею, то, в общем, у меня эти биткоины не спишутся. Если я буду есть хлеб на ночь, то, соответственно, мой друг, с которым мы поспорили, может забрать эти деньги. Вот, то есть, таким образом они распределили все эти данные и сделали продукты для каждого из группы. То есть, для пациентов, для врачей и для SEO-компаний. Можно тогда еще один вопрос задать? Что касается постановки диагноза, как вы считаете, вы лично можно ли… Насколько можно доверять сейчас искусственному интеллекту в этот вопрос? Ой, на самом деле, это очень провокационный вопрос, который регулярно задают всем. И я думаю, что ребята, у которых есть продукт такой в медицине, они регулярно тоже натыкаются на эту историю. В общем, у нас в России официально запрещена постановка диагнозов ботами, но никто не отменял ассистентов. И на самом деле есть врачи, которые получили тройки на своих экзаменах, вступительных и выпускных, но они работают. Было бы здорово, если бы какая-то система их контролировала. Мне кажется, мы бы все считали, что мы в безопасности. Я хочу показать видео с моего одного из самых любимых мероприятий. Мы его проводили в Питере. с компанией «Газпромнефть». Они дали нам очень много данных и несколько задач. И для них, в общем, по итогу этого хакатона, они забрали себе 17 команд. Это просто несопоставимый профит для HR-отделения. Также это был их новый офис. Для меня хакатон — это фан. Ну и реально получение каких-то результатов интересно. Думаю, это очень полезный вызов самому себе в первую очередь. Очень интересное мероприятие как для участников, так и для индустрии. Сегодня у нас на «Веленском 14» в «Эджайл Кэмпе» проходит хакатон. Соревнования светлых умов, которые хотят показать, как они могут управляться с данными, как они могут решать нетривиальные задачи. На данный момент мы уделяем огромное внимание BigDate. Это большие данные в нашей компании. Мы понимаем, что ту информацию, которую собирает наша компания, необходимо обрабатывать. Это совершенно новая веха технологии. Поэтому найти таких инженеров довольно сложно. Мы не можем просто зайти на HeadHunter и найти их моментально. Поэтому мы устраиваем хакатоны, отбираем лучших и работаем с ними, хантим, если надо. В компании здесь два кейса. Один на топ-клиентов, направлен на второй анализ больших данных. В течение нескольких дней есть ряд чекпоинтов от жюри, от экспертов. Как команда двигается, какие у нее проблемы, сложности, какие есть вопросы. Ну и в конце этих двух дней, суббота, воскресенье, как раз уже будет сначала подготовительный этап презентации, тестовый прогон. И потом уже финишная прямая. Это мероприятие, это первое, которое проводится в этих стенах. Это новый офис «Газпромнефти». Он буквально недавно открылся. Такой в лофтовом стиле, в свободной форме, особенно для участников. Мне кажется, очень такая ненапряжная, свободная атмосфера. Здесь довольно комфортно, уютно. Целые капсулы для сна, это вообще фантастически. Мы взялись за нефть. Готовим данные для того, чтобы на них обучаться. Пытаемся посмотреть, что в них есть интересного. Пытаемся видеть какие-то закономерности. Надеемся на победу, потому что у нас есть много стартапов, которые реально требуют средств. Мы команда «Ауч», и мы работаем на результат. Когда работаем? На «Хакатоне» главное выиграть. Благодарим! Это подпитка молодыми кадрами. Это другой взгляд. Хороший способ познакомиться с людьми, которым интересно то же, что и тебе. Отличная возможность научиться чему-нибудь. Мы пригласили огромное количество международных экспертов, у которых есть опыт в реализации собственных проектов, для того, чтобы они помогали ребятам в течение этих двух дней. Важен просто еще личный контакт, как ребята работают. Селенаправленно, сфокусировано потратить это время на развитии своих навыков, изучение новых инструментов, актуальных в индустрии, актуальных для карьеры. Общение такое, что люди друг друга понимают. Могут объединиться в команды и поделать что-то вместе. Мы начинаем конкурирование участников. Очень крутое получалось мероприятие, классный покаток. Всем спасибо огромное, всем участникам, всем командам. Спасибо тем, кто взяли наши кейсы. Увидимся на следующем покатонном «Газпромнефти». Вот, в общем, это видео, они распамилили по всему интернету, и оно очень сильно бомбануло на тему HR-бренд. То есть в этот офис начали приходить люди, и про него узнали. Возможно, из-за капсул сна, не знаю, но вовсе. Да, вот так. Есть ли еще какие-то вопросы? Так, на первый вопрос. Какая мотивация у участника? Ну, я уже перечислила, это выиграть приз, это познакомиться с компанией и продаться на работу, да? Это поработать с данными. И также они, на самом деле, донанимают в свою команду тех людей, которых как бы им хочется нанять. Например, есть какая-то, есть команда Иора, которая уже делает диджитал-разработку, у них есть там, условно говоря, офисы. Они просто участвуют в разных акатонах по России, и они там везде, у них эта команда сидит уже. И они, например, закидывают там заказ, не знаю, там от S7 в одну команду, потому что есть такая экспертиза и так далее. Вот, и они пополняют свой состав именно вот таким образом. То есть они вообще, условно говоря, не платят за HR, да? Они просто приходят и участвуют, и сразу донимают к себе. Вот. Ну, на самом деле, вот это, наверное, основная. Да, основатель вот этой команды как раз говорит, что такого прокача, как на Хакатоне, он не видит в своей команде там в течение месяца даже. То есть когда все собрались и выложились, и выдали результат. То есть они быстрее двигаются в собственной разработке, когда участвуют в таких мероприятиях. Второй вопрос. А, как формируется, да. В пятницу есть, значит, начинается все в пятницу, заканчивается в воскресенье, так обычно. В пятницу есть такой формат, называется «Марафон по генерации идей». Есть ведущий на сцене, есть люди, которые хотят какой-то проект сделать, они просто выходят, берут микрофон, говорят, я там, Вася, я хочу взять задачу «Газпром нефти» и сделать такой-такой-то продукт. У меня есть знакомый Коля, он дата-сайентист, я там PHP-разработчик, и нам не хватает дизайнера. И в общем чате Хакатона, куда мы всех загружаем, он отписывается еще раз, тоже самое, ту же информацию, и люди могут ему быстро написать, найти его через соцсети. Есть такой вариант, есть вариант, когда вы уже, например, несколько раз участвовали в Хакатонах, вы приходите и договоритесь заранее. Но в целом, либо мы знакомы, либо люди уже знакомы. Бывает такое, что есть такие перебежчики, которые из одной команды бегают в другую и пытаются понять, кто выиграет, чтобы к ней присоединиться и выиграть приз. Да, но мы на самом деле это отслеживаем, потому что мы, в принципе, переписываем все команды в пятницу вечером, и у нас есть список, условно говоря, названий, лидеров, телефонов, всех данных их, и мы понимаем, что в этой команде было пять человек, а получился шестой откуда-то. То есть так нечестно. Все, наверное, да. Спасибо, Евгений, большое за выступление. Спасибо большое и за терпение, за то, что посмотрели видео. Спасибо. 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 Спасибо.